Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта! Я вам демонстрирую состояние атмосферы, которое говорит о том, что пора завязывать с полетами. Выглядит это примерно так. Вот это вот гроза, которая сформировалась в 11 километрах от аэродрома. Сейчас я иду на нее курсом и обратите внимание, вот ее левый край, это уже не локальная гроза. Это уже достаточно такой массивный грозовой фронт. Под 90 градусов я к нему сейчас нахожусь. Соответственно, вот видите, его правая сторона, идущая на запад. Вот фронт на юге и часть, которая идет, соответственно, уже на восток. Выглядит это достаточно мрачно. Удаление аэродрома этой системы 12 километров. Скорость распространения фронта, ну, я бы ее оценил, как, наверное, километр в минуту эта штука движется. Так что у нас, в общем-то, 12 минут, чтобы дойти до дома и зачехлиться. Ну, видите, да, тут под таким облаком везде, опа, молнии, не знаю, попали или нет. Собственно, у меня задача сейчас, которую я хочу сделать, это снять молнию. Вот, из нюансов, смотрите, в чем еще одна опасность, продемонстрирую вам, зачем должны следить пилоты. Это наличие над нашим аэродромом еще одного очага. Сейчас я выскочу на солнце и попробую его снять. Такое, считайте, частично учебное видео. Вот мощный очаг еще один. Развитие вертикального облака большое. То есть там уже видно, что тысяч до восьми, наверное. Наверное, видео так не передает, но, в принципе, вот, я сейчас снимаю вверх, вот, наверхушка облака. С нее уже идет тоже, но пока недостаточно. То есть это еще в наковальную не превратилось. Ну, вот, посмотрите, как высоко, высоко движется вот эта вот вся система. То есть масса энергии. И это уже, это уже над аэродромом. Ну, точнее, между нами аэродромом. И это признак того, что валить пора. Чем быстрее, тем лучше. Ну, буквально еще одна минута. Я делаю проход еще раз вдоль фронта. Так что показать вам, как тут все-таки совсем страшно уже. Вот. Вот эта вот страшная, жуткая, черная хрень. Которая, вот наши белоснежные крылья, видите, светятся еще солнце. А вот она, грозяра. Самое, что, именно, есть жуткое. Ну, вот на этом все, пожалуй. Вот. В этот момент ты понимаешь, что авиация это хорошо, надежно и крепко. Но стихия в данном случае сильнее. То есть обойти эту грозу невозможно. Фронт ее достаточно широкий. Единственное, что остается сделать мудро, это, собственно, взять и полететь назад. То бишь домой. При этом сделать это максимально быстро. У нас сейчас 638 метров превышения над аэродромом. И, пожалуй, я сейчас поставлю максимально возможную скорость. Делать облисти в такую турбулентность. И выпущу воздушные тормоза интерцепторы. И через 5 минут я планирую быть на планете Земля. Скуруман, Южная Африка. Всего вам доброго. Глубоко уважаемые любители планирового спорта. Летайте безопасно. И всегда бойтесь грозы, потому что штука-то серьезная на самом деле. И очень быстро развивающаяся. Грозы надо изучать. Наблюдать. Самое лучшее изучение грозы – это наблюдение за онной. Вот мы сейчас это вот пронаблюдали до донышка. И даже записали несколько болней, которые она реализовала. Видите, я достаточно быстро ухожу. Скорость у меня 200. Я двигаюсь в сторону аэродрома. До аэродрома уже осталось 8 километров. Так что все хорошо. Можете за нас не волнув, не волноваться. Если мы видео выложим в сеть, значит мы приземлились. Эгей! Эгей! Анивар!